И кто после этого посмеет сказать, что чиновники далеки от народа, готовы делиться последним, даже собственной кровью. Во вторник малый зал правительства временно превратился в донорский пункт. Многие сдают кровь впервые. Сдаю, конечно, первый раз. К сожалению, большому давно собирался, как-то все не получалось, не находил, видимо, веского повода. Но вот сейчас как раз благодаря тому, что в правительстве организовали, я с удовольствием принимаю участие в задаче крови. Сначала доноров регистрируют. Затем у них определяют уровень гемоглобина, измеряют давление. Далее так называемый легкий завтрак – чай с шоколадкой. И вперед под иглу. От 300 до 480 мл крови с одного представителя исполнительной власти в зависимости от самочувствия. У нас дается справочка на отгула. Два дня отгула. И талончик на питание. Талоны у нас, питаются у нас доноры в централизованном кафе. А уж пойдут они туда или нет, это зависит от них. В акции поучаствовали 39 сотрудников правительства. Губернатор в донорском деле не новичок. Считает, что никакого геройства в этом нет. И уж тем более не ради дополнительных выходных вся эта затея. Без крови ее компонентов немыслимо современная медицина. С работников правительства, с чиновников в этом плане спрос особый. Мы, конечно, никого заставлять сдавать кровь в этом плане не будем. У людей есть разное здоровье, разные подходы в этом плане. А с точки зрения поблажек выходных и прочее, в любом случае сегодня работники, руководящие правительство, не отгуливают в полном объеме дарить и отпуска, который у них есть. Не получается это и у губернатора. Эта неделя в регионе посвящена донорству. Ежегодно ивановцы сдают около 30 тысяч литров крови и 20 тысяч литров плазмы. Теперь в общей копилке прибавилось. Более 16 литров правительственной крови.